Добрый день, Стас. Привет. Я тут к вам по такому поводу, вы, наверное, уже догадались, по поводу Виталия Николаевича Кушнерчука, в простонародье Виттера Ромбоза. Хотелось бы вам задать несколько вопросов. Вот вы знаете Виттера Ромбоза с какого времени? С его молодости, юношества, матрочества или старости, так скажем? Я могу сказать, по времени я примерно в эту среду окунулся в 96-м году, когда он из ТУП поступил, соответственно. Ну и начали все эти тусы, рок-фестивали. Ну на рок-фестивали до этого я попадал. Ну и Виталик тогда уже был, конечно, с Шилом в жопе. Там уже Рэмбо, это Рэмбоза сейчас по-новому его стали звать. А тогда Рэмбо, Рэмбо. Вот, Рэмбо уже тогда был такой полулегендой, потому что там все эти его проекты бешеные. В Орле что было? Панк-рок, дэтметал, ну там хэви-трэш. А всякие там индустриал-проекты, это было что-то там запредельное и бешеное. А уж нойзовые, это там как из другого мира. Да интернета ж не было, не знали, что там Европа делается, Америка. А он на Вабанке работал. И леваком они, ну как, чуть не сказал, качали. Антенны ловили MTV, выхватывали там Nine Inch Nails, ну модные тогда группы всякие, Frontline Assembly. И писали на кассеты, всем раздавали. Он был такой классный канал, через который модная, тяжелая, именно модная, а не электронная, тяжелая электронная музыка поступала в Орле в массы. Так подожди, получается, Этер Николаевич был какой-то ведущий на телевидении? Нет, он был монтажер и, по-моему, чуть-чуть снимал. А когда он вот эти свои снял клипы, Zombie Christ, там все вообще охуели, там эффекты, то есть в Орле максимум, это что филармонии могли снять. Люди стоят на сцене, брень-культ, а там психодел, музон этот бешеный. Мы, конечно, тогда еще молодые были, только все это узнавали. Рты смотрели вот так, открыв Орле, вот там к нему на пинте подходишь, привет там, ух ты, гурм такой, ой, блин. А вот тебе довелось попасть хоть на один концерт группы Залта? Ну вот, пожалуй, который единственный я и посетил. Один раз я был. Ну и на что это было похоже? На сатанение какое-то? Ну как, угашенные люди со всей дури лупят. Ну там ни нот, ни репетиций, по-моему, не было. А Виталик просто, он с хайером еще был, с кучерявым, с шикарным, по сцене катается, орет, бесится. Ну он катался, по-моему, насколько я помню, в основном. Ну там было все, алкогольцы, кладол, ганджубас, не знаю, там... Протест. Всем объебашивались просто по-моему. Протест же в то время была модна. Вот может быть он протестовал. И тоже это было прикольно, потому что, ну, металлисты в основном тогда в Орле были. Ну все там... А тут... Даже там не гранькор был, скорее вот нойзовый больше. Нойскор. Как Виталик говорил, нойскор. А еще я вот помню проект, Борода мне его подогнал, на кассете еще списал у Виталика. Кто такой Борода? Ну, тоже Орловский музыкант, общественный деятель старинный. Мой, как бы, напарник по группе Раствор 646 тогда еще. Как бы, если честно, Раствор же тоже там психоделическая была такая бешеная музыка. В принципе, на Виталиковой волне мы и подхватили это дело. Борода притащил кассету, но изерсовердос. Виталик обхуярился циклодолом, там, с каким-то бешеным количеством. На студии, на Вабанке, по-моему, где-то там аппаратура была, какие-то всякие синты дурацкие, сэмплеры по тем временам, как бы, крутые, но сейчас это пукалки. Все это включил и нон-стопом хуярил по всем кнопкам, по всем крутилкам. И вот там нон-стопом час этой музыки. Ну, там, естественно, слушаешь, но это было идейно, это было, это вдохновляло тогда. Ну, а что тут, нужно сказать, как о человеке, Аня? Ну, человек тоже по-разному проявляется, с какой стороны. Ну, не так, как человек. Не человеке, но я сказал уже, он был в свое время очень инициативен. То есть, хватался, вот. Потом он не боялся стереотипов. То есть, все вот металл играют, мне похуй металл. Вот мне нравится индастриал, буду индастриал. В плане наркотиков никогда он не был жлоб. Циклодол с его подачи был по всему городу. Вот, я не знаю, от Микрона до восьмого, я за восьмой точно знаю, что Рэмбовский цик там ходил. То есть, он вот так листами раздавал, никто не... А ты знаешь эту историю там дичайшую, как он объявление в газете дал, там, больному человеку требуется циклодол. Вот что-то такое вот давно слышал, но не поверил, если честно. Есть скриншот этой газеты, там его телефон указан спросить из Виталия Николаевича. Ему звонили целый день, и они там тогда, сколько, 500 колес, по-моему, циклодол с этого срубили, вся его компания там дико угорала. А потом, конечно, когда все вот эти вот рок-фестивали переместились в концерты, в клубы, все стало более, так сказать, ну, мажорно, что ли, более камерно, и как-то Виталий с радаров вот исчез. Где-то он там у себя на приборке, мы знали, бухал, зависал, но как бы от него продукты перестали поступать творческие, и с тех пор как-то я его особо и не видел. Вот только он всплыл, когда уже на волне интернета, параллельно со Ступиным, адовый мужик группа, когда выстрелила, тогда он светанулся, тогда, ну, все увидели, и как бы пошла новая волна. Жалко, конечно, что это вот так резко с ним прекратилось. Да, я ему дал второе дыхание. Вот надо же было, да, судьба, наверное, с ним слилась. И главное, поперло-поперло, но уже... Он сейчас был на самом пике, он ушел на самом пике. Да, ты чуть-чуть опоздал, надо было его ловить раньше. Ну, и так уже один раз его откачал, в больницу отправил. Тогда он мог бы загнуться полгода еще назад, короче. Ну, практически он костика судьбу повторил. Ну, не на таком, конечно, уровне, но все равно. Жжи и пух. Финиш. Ладно, хоры, наверное. Да, все, спасибо. 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 Спасибо.